Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Президент Казахстана принял отставку министра обороны Ермикбаева. Уже известно имя нового министра. Тем временем число погибших при взрывах увеличилось. Минобразование подкорректировало правила обучения для школьников и студентов и вело новые нормы. Какие именно, мы узнали в ведомстве. 120 тонн сельхозпродукции на ярмарку в Нур-Султан привезли из Западоказахстанской области. Торговые места фермерам предоставлены бесплатно, что позволило снизить стоимость продукции. Президент Казахстана принял отставку министра обороны Ермикбаева. Уже известно имя нового министра. Тем временем число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек. Поиски одного пропавшего продолжаются. После серии взрывов в окрестностях Таразах возбуждено уголовное дело. Эксперты выдвигают различные версии случившегося. Непонятно, почему военные не извлекли уроков после похожих взрывов в Арысе. Ермикбаев сообщил, что написал рапорт об отставке в пятницу после серии взрывов в воинской части под Таразом, которая привела к гибели 15 человек. Два года назад после схожих взрывов в Арысе Ермикбаев получал строгий выговор, но сохранил должность. Бывший зам КНБ и экс-депутат Мажлиса Исакулов полагает, что, возможно, министра неправильно проинформировали. Может, министру доложили, что вывезли боеприпасы, а сами не выполнили указания президента. Эксперт полагает, что пожар длился целый час. За это время можно было его потушить. А это означает, что там не было противопожарных средств. При этом хранили 500 тонн тротила в одном месте. Генерал-майор полагает, что после взрыва в Арысе не извлекли уроков. Мы не извлекли соответствующий урок из тех событий, которые имело место два года тому назад в городе Арысе. В таких воинских частях должно быть специальное оборудование. Они очень много сейчас в развитых странах. Даже роботы и бронированная техника, с помощью которых все эти вопросы можно осуществлять. После взрывов местные жители начали покидать дома самостоятельно. Только позже власти приняли решение о массовой эвакуации. Из близлежащих населенных пунктов в областной центр Тараза были эвакуированы около тысячи человек. Во-первых, полагает генерал-майор Исакулов, все эти снаряды нужно было вывезти в безопасное место на специальном полигоне и взорвать. Представляете, какую опасность несла перевозка снарядов до Тараза? Во-вторых, там должны были быть специалисты. К слову, выжившие пожарные, работавшие на месте происшествия, рассказали, что изначально прибывших пожарных заверили, что взрывов не будет. Конечно, можно было выдвинуть различные версии о причинах взрыва, что, возможно, причастны спецслужбы иностранных государств, религиозные экстремисты или террористы. Но, по моему мнению, причина этого взрыва банальна, так же, как и раньше, заявил эксперт. В военной части, вот в Жамбуре, хранились снаряды из Арыси. Ну, я помню указания нашего президента, когда он сразу же после этих событий прибыл в Арыс и сказал, до одного утилизировать, вывезти и уничтожить. Как оказался этой снаряды в городе Жамбуле? Кто распределился таким? И для чего? Я бы понимал бы, если бы эти снаряды были бы приводны для военных нужд. Они абсолютно неприводны. Они вывезены были в свое время из Афганистана. Мы прислали сотрудников ДЧС, департамента по чрезвычайным ситуациям, других городских подразделений, которые даже и не имели представления, что там хранится, что там может взрываться и что там можно погибнуть. Кстати, уже назначен новый министр обороны. Им стал первый замминистра начальник генштаба Мурад Бектанов. Ему предстоит оказывать помощь пострадавшим. В соответствии с действующим законодательством, семьям погибших военнослужащих будут выплачены расходы на погребение, единовременные выплаты в размере зарплаты за пять лет. Также предусмотрена выплата компенсации на обеспечение жилья, размер которой будет определяться персонально для каждой семьи, в зависимости от количества членов семей военнослужащих. Бауржанши Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Уже завтра дети снова сядут за парты. Подготовка в школах и вузах завершается. При этом традиционный формат предполагает полное соблюдение санитарных мер. Минобразование подкорректировало правила обучения для школьников и студентов и вело новые нормы, какие именно мы узнали в ведомстве. И снова приложение АШИК. Без него теперь никуда. На территории вузов, учебных корпусов, библиотек и общежитий обязательно будет использоваться приложение. В учебные корпусы будут допускаться студенты, у которых зеленый или синий статус. Также при входе будет проверяться температура, обязательная обработка антисептиком и масочный режим. В вузах открыты прививочные пункты, закуплены дополнительные санитайзеры и термометры. При всем при этом допускается смешанный формат обучения на усмотрение вуза. Например, лекции онлайн, а практические занятия в обычном режиме. То есть учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, третий и четвертый курсы студенты могут начать обучение с 1 сентября, тогда как первый, второй курс и магистранты могут начать в течение сентября, но не позднее 30 сентября, согласно утвержденному академическому календарю высшего учебного заведения. При этом на территории вуза, учебные корпуса, библиотеки и общежития обязательно будет использоваться приложение АШИК. В Минобразовании особо подчеркнули, что требование наличия ПЦР-теста не допускается. Разговоры о вакцинации между тем продолжаются. Для студентов будет такой стимул, как скидка на обучение, проживание в общежитии, сотрудникам обещают денежные премии. Но не только в вузах, а в целом с молодежью ведется активная разъяснительная работа о пользе вакцинации. В регионы приезжает инициативная группа, штаб, состоящая из представителей Минздрава, общественников и других экспертов. Единственный у нас есть путь победить эту пандемию – это провакцинироваться. Потому что это уже доказано ВОЗом. И в целях разъяснить каждому гражданину, убедить его провакцинироваться. Чтобы он поверил в вакцине, мы проводим разъяснительную работу. Что касается школьного образования, то сегодня в столице прошло открытие двух инновационных заведений нового формата. Каждое учебное заведение рассчитано на 4 тысячи учеников в две смены. Проект реализуется по принципу ГЧП – 22 тысячи квадратных метров, 127 кабинетов, 9 лабораторий, кинозал на 100 мест, каворкинг-зоны, телестудии, игровые, смарт-классы, 3D-принтер и многое другое. Необходимо наращивать строительство инновационных учебных заведений по модели государственно-частного партнерства, а также развивать сеть частных школ. Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования. При этом созданы комфортные среды обучения для детей с особыми потребностями. Лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, высота столов и парт регулируется, тактильные полосы и многое другое. И вся эта красота в режиме карантина и с соблюдением санитарных норм. Иначе пока никак. Гульнару Марвай, Була Джагпар, ТДК-42. Сообщение о том, что родители несут полную ответственность за детей в случае, если они заболеют коронавирусом – фейк. Об этом сказали в Минобразовании. Руководители учебных заведений не имеют права требовать расписки и заявления при обучении в традиционном формате. Слухи о том, что в одной из школ у родителей просят написать подобное, возбудоражили республику. Встревоженные родители обратились за разъяснениями в своей школе и в СМИ. И сегодня ответ нашей редакции дали в Министерстве образования и науки. Разумеется, оффлайн-формат обучения необходим для обеспечения качественного образования. К нему сейчас переходят многие страны. Казахстан не исключение. Однако требовать заявления о том, что родители не возражают против оффлайн-обучения, в школах не должны. 120 тонн сельхозпродукции на ярмарку в Нур-Султан привезли из Западно-Казахстанской области. На ярмарке была представлена продукция 80 сельхозпроизводителей региона. Фермеры привезли 65 тонн говядины и конины, 15 тонн различных видов колбасных и консервных изделий, 5 тонн свежей рыбы и многое другое. Цены на ярмарки были традиционно ниже рыночных. В Нур-Султане смягчили карантин. Общественный транспорт теперь курсирует и по субботам. Все для того, чтобы людям было проще добраться до места торговли. Традиционно на ярмарку съехались крупные агропромышленники и владельцы небольших хозяйств. Каждый привез лучший продукт, то, чем действительно можно гордиться. В этом году, как и в прошлом, была засуха. Чтобы вырастить урожай, фермерам пришлось трудиться в очень непростых условиях. Поэтому труженики поля активно с безобидным хвастовством и гордостью демонстрировали свой товар. А жители и гости столицы закупали вкуснятину по доступным ценам. Наливные помидоры, сдобная выпечка, душистый мед, живая рыба и много чего еще. Народ подустал от порошкового молока и безвкусных помидоров. Поэтому эко-продукты раскупали быстро. Все мясо, яйца, все закупаем. Молочные продукты полностью все покупаем. Цены на продукцию, по словам организаторов торговли, на 15-20% ниже рыночных. Килограмм говядины здесь можно было приобрести за 1900 тенге. Хороший выбор, по словам покупателей, плодово-ягодных и бахчевых культур. Ярмарки агропродукции – один из действенных способов наладить реализацию продуктов питания без посредников. Традиционно товаропроизводителям и поставщикам торговые места были предоставлены на безвозмездной основе, что позволило снизить торговую накрутку до минимума. Чиновники теперь планируют чаще проводить ярмарки, налаживать сотрудничество между производителями и ритейлерами. 120 тонн различных у нас здесь продуктов, 80 производителей и 12 районов сельскохозяйственных наших производителей здесь тоже участвуют. В основном наши сельхозники привезли сегодня больше говядину, конину и другие товары. Сейчас очень большой спрос на мясные продукты, как вы заметили. Низкие цены позволяют людям заготовить продукцию на несколько недель, и производителям удобно, не надо думать, где и как хранить продукцию. Но сами по себе ярмарки вопрос ценообразования не решат, так как они являются производной более глубинных процессов, уверены экономисты. Государство должно своевременно заниматься закупкой сельхозпродукции у населения и ее хранением, чтобы выходить со встречной торговли в моменты роста цен. Для того, чтобы остановить анархию цен, необходимо возродить госторговлю, потребкооперацию, а в некоторых случаях колхозы и совхозы, полагают эксперты. А пока бабушки на самых бойких местах торгуют с асфальта. Не до комфорта успеть бы продать до прихода полиции. В Уральске запланированное на 1 сентября введение электронной оплаты проезда в общественном транспорте отложили. Новая система снова буксует. Каспийский тюлень, занесенный в Красную книгу Казахстана, массово погибает из-за загрязнения водоема. Если ситуацию не исправить, последуют необратимые последствия. Между жизнью и смертью 7 пациентов инфекционного стационара при многопрофильной больнице Западно-Казахстанской области находятся в критическом состоянии. Никто из них не позаботился о вакцинации. Сейчас больных пытаются поставить на ноги врачи. Впервые корреспонденты телеканала ТДК-42 побывали в грязной зоне и пообщались с людьми, которые находятся в смертельной опасности. Для того, чтобы попасть в грязную зону, врачи должны надеть на себя индивидуальные средства защиты. На это уходит около получаса. Движения тщательно отработаны. Несколько медицинских масок, герметичные формы, очки и резиновые сапоги. Сейчас в ковидном стационаре получают лечение порядка 90 пациентов. Многие из людей не могут самостоятельно дышать. И врачи говорят, что самочувствие таких больных может ухудшиться мгновенно. Мы в течение 24 часов находимся возле больных. Их состояние критическое. Многие находятся в сознании и просят им помочь. Здесь любая минута дорога. У Валерия Манилова медики диагностируют 65% поражения лёгких. Коронавирус осложнялся сопутствующими заболеваниями. Сейчас мужчина чувствует себя значительно лучше и готовится к выписке. Супруга ходила в поликлинику и подцепила. И всех наградила. Бабушка не совсем померла. А я сюда попал. Вот и всё. Когда? Ну, уже 11-го числа. Ну, всё, сейчас, слава Богу. Помогли, выкарабкался. Спасибо большое. Благодарны вам, врачам всем. А до этого, да, что-то всем все тыкают, не верят, не верят. Пускай поверят. Надо, надо вакцинироваться. Обязательно. И снова врачи напоминают о необходимости вакцинации. Здесь, в грязной зоне, ты понимаешь, лучше всего. На улице лето. И сотни людей без масок. В это же самое время в больницах идет борьба за жизнь пациентов. Пациентов у нас в корпусе невакцинированных намного больше. И это еще раз говорит о том, что невакцинированные пациенты, они больше податливой инфекции. И, к сожалению, они переносят эту инфекцию намного тяжелее. Те же пациенты, которые у нас вакцинировались, их я еще раз говорю, это в количественном соотношении. Это 1-1,5% по нашему стационару. И надо сказать, что эти пациенты инфекцию переносят намного-намного легче. Отметим, что сейчас в области ослабили карантин. И это значит, что риск заболевания снова возрос. С начала года от коронавирусной инфекции скончались более 500 жителей региона. Роман Копняев, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Тем временем в Западно-Казахстанской области отмечен спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба в Экимате региона. В августе по сравнению с июлем число зараженных снизилось почти на 40%. 672 западно-казахстанца скончались от коварной болезни с начала пандемии. Медики отметили, что заполняемость инфекционных коек тоже пошла на спад. Ежедневно почти в реанимацию попадает около 50 человек у нас. Это очень много. И, к сожалению, 503 человек у нас от коронавируса с начала года умерли. Тоже очень много. Понятно, что там какие-то дополнительные хронические заболевания были, но это не говорит о том, что проблема решена. Проблема очень большая остается. Украли невесту и попали в ДТП. Страшная авария на автодороге в Западно-Казахстанской области. Автомашина марки «Лада Приора» с молодыми людьми врезалась в трех лошадей, выбежавших на трассу. Четверо пострадавших находится в реанимации, еще один в отделении хирургии. В полиции сообщили, что авария случилась ночью 30 августа на автодороге «Бурлин-Оксай-Жемпиты» возле села Пугачево. Пострадавшие отметили, что везли из Уральска в Оксай украденную невесту. Водитель и три пассажира получили телесные повреждения. Сейчас находятся на лечении в Бурлинском районном ЦРБ. Проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье 345 части 2 Уголовного кодуса Республики Казахстан. Трактор перевернулся в Западно-Казахстанской области. Погибли 8-летняя девочка и мужчина. Смертельное ДТП произошло 26 августа на автодороге Сайхин-Шунгайбу Киординского района. Погибшему мужчине 27 лет. В полиции отметили, что трактор слетел с грейдера. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. В результате дорожного транспортного происшествия водитель и его пассажирка, несовершеннолетние 2013 года, не приходя в сознание, скончались на месте ДТП. Запланированное на 1 сентября введение электронной оплаты проезда в автобусах Уральска отложили. Об этом сообщили в секторе пассажирского транспорта городского отдела ЖКХ. Новая система снова буксует. Недовольство нововведением выразили водители и кондукторы 22 маршрута. На днях с линии сошли несколько автобусов. Наши корреспонденты расскажут подробнее. С 17 июня началось внедрение системы электронного билетирования в Уральске. Второе по счету. На данный момент безналичный расчет действует в автобусах 2 и 22 маршрута. Сейчас компания-оператор ожидает поставки переносных и стационарных валидаторов. Поэтому внедрение системы на остальных маршрутах отложено на более поздний срок. В связи с тем, что проводятся монтажные работы и не успевают, работа полностью стопроцентного внедрения планируется в сентябре текущего года. Стоит отметить, что кондукторы и водители 22 маршрута выразили свое несогласие с новой системой оплаты. Они заявили о задержках зарплаты. Напомню, что в этом году было закуплено 30 новых автобусов по этому маршруту. К внедрению новой системы безналичной оплаты проезда уральцы отнеслись по-разному. Кто-то за, кто-то категорически против. Для нас это точно неудобно. Во-первых, автобусы всегда битком. Ты даже не знаешь, что держать, как держать. С ребенком едешь в автобусе, ты не знаешь, куда ее пристроить, куда сумку пристроить. Какая электронная система. Это неудобно, конечно. Состояние технических автобусов как? Ужасное. Там элементарно даже держаться не за что. Какая может быть электронная? Пусть сначала наладит транспортную систему всю, полностью. А потом уже дальше там какая-то технология и так далее и тому подобное. Оператор новой системы оплаты планирует затратить на приобретение оборудования порядка 350 миллионов тенге. Вернуть эти деньги, как нетрудно догадаться, планирует из платежей пассажиров. Состояние сферы общественного транспорта в Уральске оставляет желать лучшего. И это еще мягко сказано. К примеру, возьмем остановку магазин «Урал» по улице Курмангазы. Здесь люди вынуждены ждать автобусов под палящим солнцем. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. А в Ак-Тубе новые автобусы и перевозчик. Для решения наболевшей проблемы власти регионы решили привлечь крупного отечественного инвестора. 32 комфортабельных автобуса уже прибыли в город. И с завтрашнего дня будут курсировать по трем основным маршрутам. Лейла Уесова побывала на презентации. Общественный транспорт в Ак-Тубе пополнился автобусами отечественного производства. Радостная новость моментально облетела социальные сети. Для горожан это стало долгожданным событием. Новые 12-метровые автобусы марки «Золотой дракон» пригнали из Алматы. Сейчас идут переговоры, на какие маршруты их пустить. Инвестор привез первую партию автобусов. Вы видите, они соответствуют всем требованиям. То, что жители от нас хотят передвигаться в общественном транспорте в комфортабельных условиях. Это только начало, до конца года эта компания планирует завести 150 автобусов. Хочу подчеркнуть, что ни единой копейки с бюджета на закуп этих автобусов нет. Инвестор, увидев благоприятные условия для бизнеса, решил вложиться. Это немалые средства, как вы видите. Поэтому мы, создавая условия, создаем возможность для заработка. В первый рейс их выпустят завтра, 1 сентября. Каждый автобус оборудован системой климат-контроля. Салон рассчитан на 28 посадочных мест. Общая вместимость – до 70 пассажиров. Безопасность обеспечивают 8 камер видеонаблюдения. Записи обновляются каждые три недели. Для инвалидов-колясочников предусмотрены откидные подъемники. Пандус для людей с ограниченными возможностями присутствует в автобусе. Также на накопительной площадке ремень безопасности для крепления коляски. USB-зарядки в автобусе установлены для гаджетов практически возле каждого посадочного места. Чтобы бесперебойно и качественно обеспечить перевозку жителей, необходимо иметь как минимум 500 новых автобусов. К тому же в этом году стоит план приватизации бывшего троллейбусного парка ТОП-АТП, который числится на балансе городского Акимата. Новый инвестор будет рассматривать и это предложение. Одним из привлекательных условий станет субсидирование социально значимых маршрутов. А их по городу 29. В Мангостаусской области экологи бьют тревогу. Каспийский тюлень на грани исчезновения. Сегодня в казахстанской части Каспийского моря продолжается реализация проекта по сбору брошенных рыболовных сетей и другого морского мусора. Экологи поделились исследованиями и съемками, где рассказывают о текущей ситуации. По последним данным, в тюлени у нас осталось 110 тысяч особей. Моя коллега Салтана Тайджанова с подробностями. Пока на суше мусор убирают коммунальщики, за ее пределами на море выходит группа активистов и научные сотрудники. Первая поездка в море молодых экологов Осельбы Мухановой и Жазиры Сыдыковой закончилась печально. Гора мусора и оставленные сети заполонили Каспийское море, вспоминают девушки. И такая картина наблюдается по сей день. Из найденных за два года 147 останков Каспийского тюленя, 27 были запутаны в браконьерских сетях. Я видела несколько раз, когда Каспийский тюлень был запутан в рыболовных сетях. И он не мог дышать. И это стало для меня огромным, так скажем, ударом. И после этого я больше задумалась над тем, что именно нужно очищать море от мусора и от рыболовных сетей. И вообще запрещать рыболовные сети из синтетических мононитей, чтобы не видеть вот этих запутанных животных, которые очень долго страдают, вырастают с этими рыболовными сетями на шеях. Главная угроза для Каспийских тюленей – это загрязнение воды в Каспии и браконьерство. В первом случае море загрязнено пластиком, стеклом и бытовыми отходами. Наиболее губительной для тюленей сети из мононити. В результате осенней экспедиции 2020 года было собрано 3790 килограмм брошенных рыболовных сетей. Согласно исследованиям, наиболее загрязненным участком является остров Куаллы, где находятся лежбище краснокнижного тюленя. Почти 62% всего найденного мусора сосредоточено здесь. При этом специалистами было обследовано всего лишь 29% острова, что говорит о необходимости уделить большое внимание данному участку. С целью сохранения запасов и эффективного воспользовательства рыб и Каспийских тюленей необходимы участки не только Тенгиз-Чевроль, не только гидробиология, инспекция, управление природных ресурсов. Хотелось бы, чтобы необходимые участки принимали все организации и компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в нашем регионе, оказаться действует в проведении подобных работ по очистке акватории Каспийского моря, Каспийского дна. По словам специалистов, спасать Каспийского тюленя стало очень сложно. Они не доживают до максимального возраста 50 лет, ограничиваясь 20-30 годами. Активисты запустили экологический проект по сохранению Каспийского тюленя. Однако эта капля в море проблем, святают ученые. Необходимо привлечь в проблему массового исчезновения краснокнижного тюленя всех неравнодушных и крупных компаний. Благодаря совместным усилиям можно остановить исчезновение уникального животного. Два человека привлечены к уголовной ответственности за невыплату алиментов Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает региональная палата частных судебных исполнителей. Злостные неплатильщики задолжали своим детям до нескольких миллионов тенге. Нерадивые родители отдавать должное категорически отказываются. Судебные исполнители совместно с Департаментом юстиции решили сами помочь нуждающимся ребятам. Уже завтра в школу, а многие дети до сих пор не могут полноценно собраться на занятия. Причина тому – родители, которые отказываются платить алименты. Начало учебного года для родителя в одиночку воспитывающего ребенка ежедневно становится одним из самых сложных периодов. Частные судебные исполнители совместно с Департаментом юстиции решили хоть как-то помочь нуждающимся. Вручили денежные сертификаты на необходимые покупки. На сегодняшний день в региональной палате частных судебных исполнителей порядка 9 тысяч судебных производств на взыскание алиментов. Порядка 3 тысяч – должники, которые абсолютно не участвуют в жизни своих детей. Их долги родным детям исчисляются уже миллионами. В отношении таких должников в судебные исполнители применяются, конечно, обеспечительные меры. Это арест расчетных счетов. В случае наличия имущества также арестовывается имущество. Ставятся ограничения на выезды в пределы республики Казахстан. А также сейчас используется практика привлечения должников к административной и уголовной ответственности. Среди злостных неплательщиков есть и женщины. Сержант Муханов – отец-одиночка. Он один воспитывает пятерых детей. Судебные исполнители. Большое-большое спасибо, что 40 тысяч. Вот сертификатор дает мне от души. Что скажу? Детям учиться хочется. Главное – здоровье. И семейное благополучие. Задолженность элеменщиков не снимается до тех пор, пока она не будет полностью погашена. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске продолжается акция «Дорога в школу». Активное участие в ней принимают представители самых разных организаций. Не остались в стороне и сотрудники Закату имени Жангирхана. В преддверии нового учебного года они вручили детям из нескольких школ наборы канцелярских принадлежностей. Основная цель представителей университета имени Жангирхана, как и других участников акции – помочь детям собраться в школу. Особенно в такой помощи нуждаются ребята из социально уязвимых слоев населения с трудным финансовым положением. Представители университета раздают родителям наборы школьных принадлежностей. Здесь у нас дети сотрудников нашего университета, чаще школы, 20-й школы, 10-й и 47-й школы. Это один из малых вкладов в семьи. И мы желаем детям, чтобы они выросли достойными гражданами нашего общества. Даже небольшой подарок может стать хорошей поддержкой в трудном финансовом положении, отмечают благодарные родители. Я хочу выразить благодарность Жангирхану, университету, от 20-й школы, от всех родителей, кому вы помогаете. Спасибо большое. Стоит отметить, что акция «Дорога в школу» продолжается. Она актуальна в начале учебного года. Для нуждающихся ребят даже простой набор карандашей – большая радость. Каждый желающий может принять участие в акции, обратившейся в отдел образования по месту жительства. Там же могут напомнить о себе и родители, входящие в категорию нуждающихся, но по каким-либо причинам оставшиеся без внимания. Продолжение следует... Продолжение следует... Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207. Субтитры создавал DimaTorzok